Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок! Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. Сегодня у нас очень важная тема – как правильно убрать и сохранить чеснок. Недавно я рассказывал, по каким признакам определить готовность чеснока к уборке, а сегодня я расскажу непосредственно об уборке. Нередко, вырастив хороший урожай чеснока, многие огородники не могут сохранить урожай, и он попросту пропадает. Я расскажу, как не допустить таких серьезных ошибок и сохранить урожай. Уборку чеснока я провожу в конце июля. Для уборки нужно выбрать хороший солнечный день. Не стоит убирать чеснок в дождливую, мокрую погоду, потому что луковицы все будут в грязи, в земле, и они будут плохо просыхать, а значит и в последующем плохо храниться. Если у вас почва легкая, песчаная, либо торфяная, то луковицы чеснока легко вырываются из почвы руками. Но если у вас тяжелая почва, то без лопаты никак не обойтись. Ведь пробуя вырвать чеснок руками, вы будете отрывать стебель, будет повреждаться шелуха на чесноке, могут попасть различные инфекции в луковицу, и чеснок также будет плохо храниться. Поэтому на тяжелых почвах все же используйте лопату. После выкопки чеснока нужно внимательно просмотреть луковицы. Все пораженные и больные луковицы нужно отбраковать, ведь в последующем прихранении такие больные луковицы будут заражать здоровый материал. Как только выкопали чеснок, я сразу же приступаю к обрезке стеблей. Многие рекомендуют оставлять стебли, высушивать их, чтобы луковица набиралась питательными веществами. Однако я их удаляю, так как стебли не дают хорошо просыхать луковицы, держат влагу, и луковица может все-таки плохо просыхать и также в последующем плохо храниться. Поэтому стебли я убираю. Далее я удаляю все корни, обрезаю их ножом. После этого удаляю один-два верхних слоя шелухи. Они обычно в грязи, на них могут быть различные инфекции, которые могут проникать в луковицу, поэтому я их удаляю. А еще, если на луковице чеснока много слоев шелухи, она долго просыхает. Если убрать вот эти несколько слоев, то луковица будет просыхать гораздо быстрее. Когда уже луковица очищена, есть еще одна процедура. Особенно она важна в период, когда идут дожди. Ведь в самой луковице между зубчиков чеснока может собираться вода, накапливаться влага. И если луковица вот в таком виде поступит на хранение, конечно же, храниться она не будет. Поэтому берем луковицу, смотрим на вот этот пенек, остаток стебля и делаем вверху продольные разрезы. Оттуда часто может вытекать даже вода. Если делать такие разрезы, луковица просохнет лучше, а значит и храниться будет намного лучше. Когда луковицы полностью очищены, их нужно поместить на просушивание. Для просушки нужно выбирать сухое и хорошо вентилируемое место. Это может быть чердак, это может быть какой-либо навес, либо беседка. Главное, чтобы не было сырости. Не стоит просушивать чеснок на ярком солнце, иначе луковицы могут просто запечься на солнце. И, конечно же, храниться они будут плохо. После обрезки чеснока остается гора стеблей и корней различных растительных остатков. Если на вашем чесноке не было никаких признаков заболеваний, то, конечно, такие стебли, корни, шелуху вы можете отправить в компост. Но если чеснок болел, были признаки фузариозного увядания, еще либо каких заболеваний, то такие стебли лучше вынести за пределы участка и сжечь, чтобы они не послужили источником распространения заразы по всему огороду. По просьбам наших зрителей хочу немножко еще рассказать про уборку лука. Лук готов к уборке, когда начинает желтеть перо. Отличительным признаком готовности лука к уборке является утоншение стебля лука. Когда около самой луковицы стебель утолщается и перо полегает, а сверху появляется уже слой золотистой шелухи. Именно в этот период и пора убирать лук. Конечно же, сейчас мы выбираем озимый чеснок и лук убирать еще рано. Однако тот лук, который посажен был осенью на зиму, уже готов к уборке. И его также убирают в те же сроки, что и чеснок. Это в конце июля. Лук, так же как и чеснок, нужно очистить от стебли. Отрезать стебель. Оставить небольшой хвостик 5-7 сантиметров. И поместить на просушку в хорошо проветриваемое место. Это может быть опять же чердак, либо беседка. Там лук за месяц примерно высохнет. И его можно легко почистить. Убрать верхний слой шелухи, на котором собирается различная грязь. И луковички будут чистенькие и хорошо храниться. Вырастить урожай гораздо легче, чем сохранить его. Однако, если делать все правильно, то и урожай будет отлично храниться. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok